Лица вижу в основном новые, раньше, но, кажется, они не встречались. Ключевые направления действия — это просвещение, работа с сообществом и лесовосстановление, где, скажем так, такие, как вот и объединил. Крупный проект ЭКО-класс, проводим 8 уроков в год, общий оплат аудитории, школьников получается порядка полутора-двух миллионов, и там, соответственно, в течение этих 8-ми уроков очень большой идет плазм коммуникации с учителями, где нужно рассказать, как туда попасть. В Ассоциации Зеленых Вузов работаем со студентами, занимаем все это просвещение, и студенты у нас участвуют в квестах, где они на практике внедряют или иные технологии в Вуз. Лесовосстановление. Мы запустили сервис «Посади лес.ру», где каждый из вас может деревья для себя брать и смотреть. Да, возвращаюсь в кадр. Как лучше, с микрофоном или без микрофона? Хорошо, ставишь микрофоном. Вот, собственно, наш «Посади лес» — этот сервис, который я помогал запустить, и тот сервис, который у меня три года назад начались, собственно, я познакомился с организацией ЭКО. И вот именно с этого сервиса мы запускали первую почтовую рассылку. Работа с общим второй отдельный огромный блок — это то, чем мы занимаемся как общественная организация. Проект «Мой Экодвор» здесь присутствует, представитель проекта, можете поинтересоваться, подспрашивать. Разделяя флешмоб, участвуют все достаточно простые задания по разделям сбора мусора. У нас, если я правильно помню, около 10-12 тысяч активных участников. «Капуста. Зеленый гид» — собственно, на сайте «Капуста.Карта», где мы наносим зеленые точки, добавляем, как такой зеленый навигатор. И ЭКО-хаб, который у нас стартующий проект, собирается потихонечку моим дизайном, как такой сбор людей и решений для того, чтобы кто-то уже сейчас мог начать менять мир больше. Собственно, наш основной состав аудитории. Сложно выделить кого-то основного. Учителя, школьники — не в прямую, но косвенно. Мы с ними потихонечку учим общаться, это больше соцсети. Студенты — также больше соцсети. И активные жители городов, которые очень активно с нами участвуют в переписке и читают нашу рассылку. Сейчас у нас около 60 тысяч контактов. При этом мы когда начинали, пытаюсь вспомнить год или два назад, уже даже только два года назад мы начинали, и у нас была только Google-рассылка, в которую мы добавляли людей вручную по 100 штук. Мы не знали, кто нас читает, кто нас не читает, и там было 12 тысяч контактов. И вот с тех пор мы выросли до 60 и продолжаем тихонечку расти. Возвращаясь к почтовым рассылкам, я расскажу немножко про самое начало, про технические нюансы, которые нужно учитывать и закладывать их сразу в фундамент. Если у вас нету сайта, дайте мне знать, есть ли у вас отдельный сайт для вашего проекта или проектов, или нет. Есть ли сайт? Сайты есть. А у кого сайтов нету под проект? Отлично. Значит, сайт вам нужно будет создать и к нему привязывать определенным образом электронную почту. Костинг выбирайте на ваше усмотрение. Здесь все достаточно просто, и это все очень хорошо описано в интернете. Мы используем Pizmail для настройки почтовых ящиков. То есть мы когда сервис запустили, посадили, исполнили, чтобы создать много почтовых ящиков для общения с людьми, поддержка, прием заявок, что-то еще. Но, собственно, с помощью такого сервиса он бесплатно позволяет создать нужное количество почтовых ящиков. И что важно, определенным образом их правильно настроить, это также описано в этих сервисах, поддержка этих сервисов вам поможет, чтобы вот эти вот записи в управлении домина у вас были построены правильно. Неважно, вот этот пример с Ам.ру, на Яндексе аналогичный же процесс. Что это такое? Вот эти вот загадочные SPF и DKIM, это некие электронные метки, которые подтверждают для всех получателей, а сначала наш список получает крупные почтовые сервера, что отправили именно мы, а не то, что кто-то зарегистрировал другой ящик и от нашего имени отправил. То есть это наш вот словно такой цифровой паспорт, и вот этот как раз фундамент, на котором строится и доставляемость рассылок, и это очень сильно связано с попаданием в спам. Дальше выбираем систему рассылки, их достаточно много, здесь, наверное, какие-то крупнейшие. У всех есть свои небольшие плюсы и минусы, и я сейчас не ставлю себе цель подробно рассказать про все. Каждый из них дает какой-то бесплатный стартовый тариф, на каждом из них 2-2,5-3 тысячи подписчиков вы можете завести, и в полной мере используют сервис, чтобы увидеть, насколько вам удобно им пользоваться, насколько вам подходит конструктор PC, и насколько это вообще вот ваша задача решает. В нашем случае мы выбрали MailChimp, про него я чуть-чуть подробнее расскажу, парочек слайдов приготовил, почему именно вы. Дальше все очень просто, мы это можем сделать каждый из нас, мы просто регистрируемся, используем ту почту, которую мы раньше с вами подготовили, которую настроили правильно, заполняем профиль организации, конечно, важно сразу заполнить правильно, даже если это ваша пробная рассылка, лучше, если вы сразу будете, скажем так, выглядеть организацией, тем более НКО, которая начинает вести свою деятельность, и сервис очень хорошо на это реагирует. И определенным образом у каждого сервиса, по словам, происходит подтверждение нашего домена, то есть мы подтверждаем, это описано в инструкции к сервису, что мы владеем этим почтовым ящиком, что рассылка будет идти от нас. Это тоже то, что касается такого технического фундамента. Собственно, все, на этом моменте мы технические к рассылке готовы. Дальше начинается самое интересное. Мой выбор стал MailChimp, мы пробовали разные, в итоге я остался на нем. Он дает... MailChimp — это самый крупный в мире сервис почтовых рассылок. Единственное ограничение, не техническое, а то, что он не переведен на русский язык. То есть им можно пользоваться, там все кнопочки очень простые, можно использовать переводы, блокины для переводов, которые на сайте, вот текст, который он показывает, автоматически переводит. Это будет достаточно. Молчим в крупнейшем мире, и те решения, которые он предлагает, они построены на основе их внутренней аналитики, где они общаются с людьми по всему миру. То есть они, по сути, с каждым из клиентов делятся опытом, который получают от других клиентов. И очень удобно у них мобильное приложение, которое позволяет мне на ходу видеть, собственно, как живая статистика. Про конструктор. Выглядит достаточно просто. Вот эти кубики вы выбираете, текст, текст, рамочки, делитель, картинка, и этого становится достаточно. Очень легкий, удобный конструктор, чтобы начать сразу же собирать красивые письма. И второе, что мне очень понравилось, научивка, сравнивая с другими, может, и другие сервисы уже развились, но я замечал, что те конструкторы, которые используют другие сервисы, они иногда при отображении на разных компьютерах, на телефоне, они говорят, что-то куда-то сползло, что-то где-то сместилось. Вот у моего чимпа за десятки, наверное, за тысячи писем ни одного не было, двое, ни одного не было такого глюка. То есть он очень аккуратно относится к конечной верстке, и человек получает именно то, что вы видите. В нем же удобный предпросмотр, когда вы можете увидеть, как выглядит компоновка письма. Он показывает, как выглядит на телефоне, и, собственно, вы сразу понимаете, с чем будет взаимодействие человек. Сам моего чимпа содержит в себе уже протестированные шаблоны. Он предлагает, когда вы создаете новую ростовку, он предлагает взять вам какой-либо... Вы хотите рассказать о продукте, делать анонс, поделиться какой-то историей, наполнить о себе, либо сделать какое-то обучающее сообщение. И вот клиника всем уже дает прямо... Он пишет здесь, напишет чекст, я советую тебе написать о продукте. Вот здесь стоит картиночка, пусть картиночка будет такая. То есть очень удобный такой получается пошаговый конструктор, как с нуля собрать продукт. И вот эти вот модели, они как раз постоянно у них немножечко обновляются, меняются. Они основаны на деятельности крупных профессиональных компаний. И, собственно, вот именно вот эти шаблоны оказались наиболее читаемыми, наиболее открываемыми у людей. То есть вам дают не просто конструктор, поделиться как раз таким опытом по тому, как компоновать письма. В нем же есть шаблоны, которые можно использовать по острову под себя, которые уже раскрашены. Они есть во всех редакторах, но я советую все-таки начинать с начала, посмотреть на них для собственного развития и их тихонечко собирать свой. Дальше перейдем к контенту. Наверное, самая моя любимая тема, потому что это все техническое, а здесь все-таки что мы пишем, как мы пишем, кому мы пишем. У меня когда коллеги спрашивали, говорят, вот что надо делать, как нужно действовать, я добивался того, чтобы мы научились общаться живо, непосредственно, и чтобы это было интересно. Как улучшить взаимодействие с людьми? Для начала перестань называть это взаимодействие. Вас считают такие же люди, которые, если вы у них вызвали улыбку, это уже половина успеха. Наверное, какие-то базовые такие для себя я говорил, как золотые правила, это вот в общем-то верхам. Разрабатываем шаблон, не меняем его резко, если нужно, дорабатываем постепенно, отслеживая, что меняется, и ключевая наша цель сделать его удобным, чтобы человек, получивший через месяц, через два, через три, понимал, в каком разделе, что мы хотим сказать. То есть вы тихонечко создаете структуру, вы ее компонуете, и мой совет – ее придерживаться. То есть не экспериментировать. Там все-таки письмо белыми буквами на черном, завтра черным на белом. Человек нас перестает понимать, кто это пишет, а если мы еще и подписываемся по-разному, то, естественно, люди от нас уходят. То есть просто красиво, узнаваемо. Достроить, докрутить, что-то дофантазировать – это уже можно будет походу. Второй момент, к которому я пришел просто опытным путем – это то, что даже за этот год, в который я работаю, очень сильно изменилось то, сколько времени люди уделяют прочтению. И когда мы пишем, вот я часто замечаю, люди, пишущие, они уходят в текст, они погружаются, у них взливается очень-очень много букв, то есть человек делится эмоциями. Но когда человек читает, я вот наблюдал, как у нас читают студенты, он открыл, он увидел картинку, вот так вот скролл по телефону, следующая картинка мелькнул, он заголовок прочитал и пошел дальше. То есть вам нужно понимать при компоновке писем, что работа с аудиторией строится не в заголовке, не в картинке, не в линии послания, а в краткости, в емкости. И буквально в каждом, вот я сейчас вернусь к нашим примерам, буквально в каждом разделе вы должны и выделять ключевое, и в картинке показывать, чтобы уже по картинке было достаточно понять, что вы хотите. То есть если я что-то об этом слышал, мне достаточно увидеть вот это, я готов нажать кнопку. Вот это я могу даже не читать. Если мне интересны детали, я почитал здесь, и каждый из таких вот блоков, каждый из таких кусочек, его нужно каждый раз переосмыслять, зачем человеку его читать, зачем на него тратить время. Это дает очень хороший результат именно в такой вот глубокой проработке. Так, возвращаемся дальше. Вот эти рекомендации, это то, что касается научинка. Если вы решите начать с ним, прям берите, используйте. 300 символов на каждый кусок текста больше не помещается в одну прокрутку экрана. То есть неважно, какой инструмент вы будете использовать, при просмотре найдите или посылайте себе, открывайте с телефона, открывайте письма, убедитесь, что блок, в котором есть одна мысль, один целостный такой смысл, он виден на одном экране телефона без прокрутки. Тогда это становится очень удобным для чтения. И, да-да. Ну, собственно, вот в моем случае картинки оказались в таких размерах, при этом лучше квадрат, чем горизонтальные, потому что нас все больше читает с телефонов, и когда мы делаем картинку вот на широкий экран, как мы привыкли на мониторе, на телефоне человек видит вот такого размера буквы и вот такого размера картинка, то есть она не доносит ничего. Собственно, поэтому, наверное, у нас как-то забудут, фотосервисом, режим квадратных картинок нас уже имплировал социальный текст. Очень важное лично для меня то, с чем я все время возвращаюсь к коллегам, которые приносят мне тексты. Больше не значит лучше, лучше значит меньше. Если вы способны критично посмотреть на текст, особенно если не вы пишете, а пишет кто-то, это лучше делать все-таки командной работой, то буквально каждое слово в идеале должно доказать вам свое право быть в этом тексте. Если его можно убрать, не задумываясь убирать, и чем это будет более простое слово, тем легче будет человек у вас прочитать. В какой-то момент я просто дал читать письма детям, и они меня спрашивали, папа, это что? Вот так вот мы все поняли, и после этого я понимал, что можно отсылать. И очень важно при планировании письма понимать его структуру, понимать его контент, дальше будет у меня ссылочка с моей методикой прописанной. Вы никуда не уйдете, если вы не определите ключевые действия, которые человек должен сделать. Вы ему показали картинку, вы хотите, чтобы он что-то сделал. Вы должны понять, что он хочет сделать, как это вам удобно делать, поймет ли он, что нужно сделать, и как вы измеряете, сделан он то, что вы хотели или нет. Это очень важно для дальнейшего анализа. Про воронку писем очень базово, очень общая, ничего не отличается от того, что вы можете перечитать в интернете, но все-таки письмо начинается с отправителя и заголовка. Если отправитель узнаваем и прошлое письмо было хорошее, скорее всего, следующее письмо я открою. Если заголовок привлек внимание, я его открою. И цель заголовка совершенно не про смысл и не про донести, или если вы наоборот уже, например, вы отправили открытку поздравления с Новым Годом вашим клиентам. Если вы написали в теле поздравляем с Новым Годом, у меня нет уже причины открывать письмо, я уже получил поздравление. Но если вы там напишите для вас подарок, еще что-то приложите туда, или что-то личное вложите, то это уже полд, открыт письмо. Вот из этого собирается воронка, когда цель заголовка не донести смысл, а привлечь внимание, выделить из других и вызвать любопытство. Картинка плюс текст. Снова то же правило, больше не значит лучше. Правильно использовать картинки в оформлении. То, к чему я пришел, то, что совершенно не работают картинки просто готовые и перестали работать картинки, которые, как называют, картинки для привлечения внимания. То есть, когда размещается картинка, там вот какой-нибудь большой человек что-то делает. Эта картинка теряет ценность, если на ней нету букв. Поэтому важно освоить какой-нибудь фоторедактор или использовать готовые и уже на картинке, вы уже даже картинкой забираете время человека. Уже там напишите ему, что это, что это, сделай что-то, сходи куда-то там, сделай какое-то действие. Это очень не помогает. Каждое ключевое действие должно быть и понятно человеку, как сделать, и полезно. Если вы будете, если вы не будете создавать людей ценности, то, естественно, люди не будут нажимать на эти ссылки, на эти картинки. То есть, каждый раз очень важно смотреть с точки зрения нового получателя. Я пишу тому, кого я уже знаю, тот, кто меня уже читает. Или я пишу тому, кто впервые меня перечитает, и я-то думаю, что я-то при себе уже все хорошо знаю, а он при мне вообще ничего не знает. Поэтому очень важно прописывать, прям вот, отдельно от текста прописывать, мы пишем это письмо, чтобы обратиться к таким-то людям, чтобы они сделали какие-то действия. И каждый раз сверяться с этим планом. Вопрос был ваш про стратегию календарь рассылок. Немножечко про это я сейчас уже начал говорить. То, что касается календаря. Очень важно это регулярность. Вы на форме подписки, например, или вы запуская рассылку, говорите, здравствуйте, мы начинаем вести для вас рассылку. Раз в месяц мы будем вам рассказывать о... И это создает и ожидание, и предсказуемость, и вы даете человеку обещание, что вы не будете его каждый день бомбить или каждую неделю. Это дает человеку, это повышает чувство свободности. И разработав такой календарь, ваша задача его придерживается. Также про этот календарь важно поместить подпись внизу письма маленьким шрифтом каждый раз, как будто читает новый человек или кто-то кому-то переслал. То есть такую маленькую визиточку про эту рассылку, про цель, о чем вы рассказываете и как часто вы рассказываете, вы сообщаете не только тем, кто вас читает, но и тем, кто вас показал на экране где-то, тем, кто переслал ваше письмо календарь. Тестируйте, анализируйте результаты. Был у меня вопрос про тесты, возможно, дайте мне знать, если кто-то в принципе пробовал что-то тестировать. Или только все знают, что тестирование это хорошо, но сами не делали никаких тестирований. Немножечко делали, пробовали. Ну, смотрите, здесь все просто, тестируйте, анализируйте. По-простому, когда вы пишете, вы с помощью любой из этих систем увидите, кто что нажал, кто что не нажал, смотрите это критически, выводите это в таблицу, я покажу примеры. Смотрите, мы планировали, чтобы люди сделали вот это действие, а они сделали вот это. Или они не сделали. Про тестирование, про АБ-тесты. Есть такая вещь, она встроена почти вообще вот эти вот системы рассылок, когда, например, мы не знаем точно, какой заголовок у нас сработает, или у нас есть два человека, которые придумали оба классные заголовок, они начинают либо спорить, что мой лучший, мой лучший, а потом кто-то оказывается не прав. Мы отправились своим, и за это нас не почитали. Для этого как раз простейшее тестирование используется. Как оно работает? Когда вы собрали письмо и исследуете только заголовок, то есть вы планируете АБ-тест, где вы указываете 20% людей отправить письмо вот с этим заголовком, 20% людей отправить письмо со вторым заголовком, потом машина видит, какое количество людей больше дало открытие на какой заголовок, и это письмо уже разошлет всем остальным. То есть оно выбирает из всей группы какую-то выборку, смотрит, как они себя повели, и отправляет остальным. Также можно тестировать и с текстом, и с контентом, и с картинками, то есть использовать механизм можно очень глубоко, но вот про нас есть то, что мы не так много его используем. Заголовок мы его используем, потому что касается контента, текста, это не дало нам каких-то принципиальных результатов. Но при этом, если кто-то ведет прямую маркетинговую действительность, продает товары, ему нужно вывести вот такой-то товар. Скорее всего, это не про нас, но это про то, как механизм был создан, то есть для диктовых маркетинговых компаний, которые предлагают вот эту порогу или вот эту порогу, и тогда какая-то картинка, она вызывает больше интереса. Сегментируйте и персонализируйте. Наверняка у вас уже собрано какое-то количество контактов, и вам очень важно понимать, откуда они к вам пришли, почему этот человек согласился дать вам контакт, и вам нужно это записывать. Обязательно нужно создавать, неважно в каком формате, для легкого старта полностью подойдет иксеребская таблица, которая будет переведена в Google таблице, где вы выстраиваете список всех e-mail-адресов и делаете для себя комментарий. Как человек зовут? Откуда он взялся? Когда он взялся? Это то, что вам очень будет полезно для начала. Это практика, которую стоит, собственно, придерживаться. Или, если был вопрос накопленной контакты, то нужно один раз сесть, один раз потратить много времени, но все созданные контакты вывести вот в такую единую таблицу, чтобы понимать, кому, как часто мы пишем, что мы этому человеку говорим и остается он с нами или уходит. Про персонализацию в эти все рассылки, встроенные, это тоже находится в справках или в кого угли зачитается, можно использовать переменные. Обратиться к человеку по имени. То есть мы знаем, что у нас в записи есть e-mail, есть имя, есть фамилия. Например, мы к группе активистов, с кем больше на «ты» общаемся, мы им пишем «вы» с маленькой буквы и обращаемся к ним по имени «Здравствуйте, Сергей», «Здравствуйте, Елена». При этом с учителями мы посмотрели, мы поняли, что все-таки они привычны к имени отчества. Поэтому для учителей мы ставим писать на имя отчества и это работает, и мы пишем «вы» большую букву, хотя это вызывает правильный гнев у некоторых людей, но это работает. Это снова про контент, быть полезным. Каждый кусочек, каждый раз мы просим как минимум его время, и он не будет нам его отдавать, если мы не будем полезны для человека. Вот эту ссылку можете зафоткать, и она будет, как я понимаю, в материалах после презентации, то есть в публикации где-то на сайте. Да, собственно, вот здесь такой документ на пару страничек, который я создал для коллег с буквально пошаговым руководством, как подойти к письму с нуля, продумать тему, пропиши вот это, ответь себе на такой-то вопрос, построить структуру письма, еще раз все перечитай, покажи. Собственно, вот здесь я с удовольствием делюсь этим опытом, и если вы что-то увидите, чем-то дополните или дадите какую-то обратную связь, то вот эта штука будет дальше развиваться с вашей помощью. Раздел про, чтобы почитать, что для этого вставления, наверное, для меня вот эта была книга «Переломная». Я очень активно рекомендую всем людям. Если не знакома, то посмотрите, книга есть в издательствах и главред.ру, запишите, запомните. Это ресурс, ресурс автора этой книги, это полностью книга посвящена инфостилю и тому, как качественно, емко и понятно доносить информацию. Это очень про современный мир, это очень про рассылки, это очень про такое искусство, емко и понятная коммуникация. И вторая книга, по сути, их у меня две таких настольные в голове, эта книга известная вам Норрегаль, которая переводила «Маленькую принц», которая делала прекрасно слушать литературные переводы, и эта книга более такая классическая, она для развития человека пишущего. Не могу про нее сказать. На меня она очень сильно повлияла в том, как я пишу, когда она учит находить мусорные слова, учит использовать живые, учит использовать простые слова, и цифры показали, что когда я это почитал, вблил себе в голову и стал пропускать текст еще через этот ритр, то людям с нами стало интересно.